Илья, ну первый вопрос. Вот ваши чувства после финиша, когда вы только-только финишировали и поняли, что вы с медалью Олимпийских игр. Что чувствовали в тот момент? Ой, хоть я был уставший очень, у меня жутко болела голова. Я вообще не понимал, где я нахожусь. Но я радовался, как ребенок. Вот с Алексеем просто накричали, насколько только сил хватало. То есть я понял, что мы в Матвилистане, в Олимпийском, пускай третье место, бронза. Ну, это первая Олимпиада для нас. И просто счастья не было предела. Ой, эмоции переполняли. А что случилось? Почему вы так себя плохо чувствовали? Ну, это потому, что выложилось на все 200%. То есть последний блюзий метр на финишировали, уже не было сил. А может, что все было забито, но вот как-то, ну знаю, нашелся еще какой-то резерв, открылся внутренний. И просто поняли, что все, надо вот еще выложиться и можно и умереть потом. Но должны дойти до финиша. Истана Чиев, залезли третьей в жесткой борьбе. Обошли команды Авербаджана. И залили бронзу. Ну, а вообще, воист у нас получился плотный. Как бы все, все, ну, зашли очень плохо. Не было таких больших разрывов явно у лидера. Как бы боролись в Беларуси даже за серебряную медаль. Не достал их бронзу. Когда вы выходили на старт, у вас задача была какая? Вот именно за медаль побороться, за золото, серебро или все равно за какое место? Ну, конечно, всегда как бы настраиваешься на максимум, то есть это на победу. Вот, но в глубине, где-то я вообще, ну, это не важно. Главное, чтобы быть на пьедестале. Как бы хотелось вот именно первое, второе, третье, а также, как говорится, как бы, да. И какая-то была внутренняя уверенность, что все получится и получилось. Не проиграли, так сказать. На пьедестал, когда сходили, вот, это уже совсем другие эмоции были? Вы уже были, как бы, спокойны? Или все равно переполняло, как бы, до души какие-то чувства? Ой, как-то, блин, вот, как будто вот во сне, вот, блин, вот, я вот не верил, то, что у нас случилось. Стоял, как-то, вот, эмоции вроде такие, вот, прям, не переполняли. Какое-то такое спокойствие, как-то, вот, не особо, вот, энтузиазно. А потом уже, когда, вот, я уже немножко осознал, то, что мы смогли занять третье место, видео там, конечно, мы, конечно, не переполняли. Все фотографируют, поддержка вообще чумовая была. Сколько народу приехало за нас болеть, все фотографируют, там, даже из других стран, и из наших. И вообще, очень приятно было. Прям праздничное настроение. А кому вы позвонили вот первому после вашей гонки уже, когда время немножко осталось свободное? Ну, конечно же, это главная сначала маме своей любимой, потом девушке, главная своей. Все смотрели, все холивизоры, главные, говорили, все очень рады, их прям, вот, управляют. Вот, конечно, я с вами близкими живу. Вот это бронзолимпиады, вершина вашей карьеры. Вы на этом собираете заканчивать или дальше будете продолжать? Нет, ни в коем случае. На пьедестал, когда сходили, вот, это уже совсем другие эмоции были? Вы уже были, как бы, спокойны? Или все равно переполняло, как бы, до души какие-то чувства? Ой, как-то, блин, вот, как будто вот во сне, вот, блин, это... Я, вот, не верил, то, что у нас случилось. Стоял, как-то, и вот, эмоции, вроде, такие вот, прям, не переполняли. Какое-то такое спокойствие. Как-то, вот, не особо, вот, энтузиазно. А потом уже, когда, вот, я уже немножко осознал, то, что мы смогли занять третье место, видео там, конечно, немного переполняли. Все поздравляют, поддержка вообще чумовая была. Сколько народу приехало, за нас болит. Все поздравляют, фотографируются там, даже из других стран, и из наших. И вообще, очень приятно было. Прям, праздничное настроение. А, вы помните, эмоции. А кому вы позвонили, вот, первому, после вашей гонки уже, когда время немножко осталось свободное? Ну, конечно же, я позвонил сначала маме своей любимой, потом девушке позвонил своей. Все смотрели, все холевизоры, благородили, все очень рады, их прям, вот, управляют. Вот, конечно, с вами близкими были. Вот это бронзолимпиады, вершина вашей карьеры. Вы на этом собираете заканчивать или дальше будете продолжать? Нет, ни в коем случае, я думаю, на этом все только начинается. Мы еще молодые, но были в финале, как бы, у нас был самый молодой экипаж. Мне 21 год, но мне на парзику 20, а там стояли все. Весь финал был именитый спортсмен, олимпийский чемпион, чемпионы мира. То есть, это такая первая олимпиада, где очень-очень плотная конкуренция была. Все 8 годок, и все были достойными дали. Но выбрал тот, и, знаете, призовые места, кто психологически, я считаю, лучше настроился. Смог собраться. Я думаю, на этом все только начинается. Мы будем еще злее, потому что уже захочется более высокой медали. Ну, золотой, конечно же. Будем договориться дальше к Олимпиаде 2016. Сейчас для вас уже Олимпиада закончилась. Что будете сейчас делать? У вас есть какие-то свободные дни по Лондону или уже домой сегодня полетите? Нет, у нас до 12-го числа. Мы летаем 12-го числа утром. Мы три дня в нашем распоряжении. Мы будем гулять, веселиться. Поедем обязательно в Олимпийскую деревню. Со всеми спортсменами будем общаться, радоваться. В общем, будем гулять, отдыхать душой и телом. Вот. А будем отдыхать. Ну, все, спасибо большое. С победой вас, успехов, отдыхов, веселья, счастья. До свидания. Спасибо, что верите и болеете за нас. Очень приятно. Спасибо. Все доброе. До свидания. Ну, все, спасибо большое. С победой вас, успехов, отдыхов, веселья, счастья. До свидания. Спасибо, что верите и болеете за нас. Очень приятно.